В повестке дня 9 вопросов. Председатель Думы города Алла Говорищева доложила о подтверждении решений, принятых путем опроса в заочной форме. Предварительно все темы обсуждались на комиссиях, поэтому много времени на принятие решений не потребовалось. В предварительном заседании мы как раз проработали вопросы, сняли или подняли новые вопросы и рекомендовали Думе по большинству вопросов принять положительные решения. Поэтому, конечно, Дума проходит более оперативно, соответственно, мы вписываемся в регламент. В числе прочего наседания парламента приняли решение назначить на апрель публичное слушание отчета об исполнении бюджета города за 2019 год. Любой желающий может принять в них участие и задать вопросы. Назначаем публичные слушания на 13 апреля текущего года, соответственно, 18 часов 15 минут местного времени. Ожидаем всех на публичное слушание по отчету об исполнении бюджета города за 2019 год. Бюджет у нас исполнен с дефицитом. Если население желает услышать, по какой причине у нас, соответственно, дефицит сложился, по каким статьям, по каким расходам, соответственно, все это будет представлено на публичном слушании в доступном виде. Депутаты рассмотрели использование средств на отлов дровячих животных, а также утвердили кандидата в молодежный парламент при Думе Коголыма. В 2013 году, когда избирался первый состав молодежной палаты, я был в составе молодежной палаты, потом сложилось так, что я из него вышел, и в этом году решил опять возобновить данную деятельность, потому что очень интересно работать на благо города, организовать какие-то мероприятия, проекты. И благодарю депутатов Думы, всех, кто поддержал мою кандидатуру. В числе важных вопросов и дополнительные меры социальной поддержки специалистам бюджетной сферы. С инициативой разработать механизм оказания помощи начинающим работникам, народным избранникам вышли педагоги и руководители образовательных организаций. В нем говорится о том, что педагогические работники, кто приезжает в город Коголым на устройство на работу, сразу смогут получать северные надбавки с первого же дня устройства на работу. Это обращение будет направлено в Думу Хантамансийского округа Югры, и узнаем, будет ли результат, и, соответственно, надеемся, что это будет принято. Обсудили оперативную обстановку в городе в создании Центра народных дружин. На особом контроле уборка и вывоз снега глава Коголыма Николай Пальчиков заострил внимание на четком соблюдении графика. Проблемы есть, и они решаются. Несмотря на то, что количество ресурсов город выделяет, увеличивает каждый год, но мы видим, даже по количеству снега к 2018 году практически удвоилось объем вывоза из города. Поэтому, конечно, ищем вот эти болевые точки, находим их, и пытаемся принять решения, которые позволят дальше все-таки снимать этот вопрос с повестки дня. Следующее свидание Дома города назначено на 29 апреля. Сергей Ефимцев, Алексей Николаев. Специально для новостей.